Здравствуйте, дорогие друзья, я Сергей Балакирев, и мы продолжаем курс по машинному обучению. На этом занятии я хочу вас поближе познакомить с формулой Байеса, которую в простейшем варианте для двух случайных величин А и Б можно записать вот в таком вот виде. Впервые она была предложена английским богословом Томасом Байесом. И в машинном обучении, на мой взгляд, эта формула имеет то же значение, что и знаменитая формула из физики Е равняется mc квадрат. Почему так? В чём смысл вот этой формулы Байеса и что она на самом деле даёт? Я начну с очень простой задачи. Смотрите, предположим, мы встречаем хорошего знакомого, с которым давно не виделись, и он нам сообщает, что у него двое детей, и один из них мальчик. Спрашивается, какова вероятность, что другой ребёнок – девочка? Чисто интуитивно может показаться, что ответ – 1,2, 0,5, потому что второй ребёнок может быть либо девочкой, либо мальчиком. Но что нам даёт строгое математическое решение? В этой задаче мы можем просто перебрать все варианты и найти искомую вероятность. Смотрите, что у нас получается. Не зря в этой задаче говорится, что у знакомого один из ребёнок – мальчик. Это значит, что, возможно, три варианта – мальчик-девочка, девочка-мальчик и мальчик-мальчик. Тогда вероятность, что второй ребёнок – девочка, это будет 2 третих. То есть используем школьную формулу из теории вероятностей и получаем вот такой вот результат, несколько неожиданной. То есть если вот так вот просто прочитать эту формулировку и быстренько сообразить, какова вероятность, то человек, мало знакомый с теорией вероятностей, здесь легко может сделать ошибку. Я даже проводил эксперимент со своими студентами и задавал им тот же вопрос. И почти все отвечали 1, 2. Даже те студенты, которые издавали хорошо ЕГЭ по математике, тем не менее на вот такой вот простой задачи статикались и совершали ошибку. А теперь давайте немножко изменим формулировку этой задачи и предположим, что мы встречаем, опять же, своего хорошего знакомого и видим, что он под руку ведёт мальчика. Какова вероятность, что другой ребёнок – девочка? Вот здесь вот уже будет вероятность 1, 2. Потому что один конкретный ребёнок, пусть он условно первый, это мальчик. И у нас всего два варианта. Либо мальчик – девочка, либо мальчик – мальчик. Поэтому другой ребёнок – девочка, в данном случае, будет 1, 2. То есть видите, как от незначительного изменения формулировки задачи совершенно меняется вычисление вероятности. Ну и теперь, когда вы увидели всё коварство задач к теории вероятностей, рассмотрим пример, где формула Байеса, словно путеводная звезда, выведет нас из дебри логических джунглей. Вот классическая задача такого типа. Предположим, что некий тест на какую-нибудь страшную болезнь с вероятностью 0,95, то есть в 95% случаях, не ошибается, даёт верные результаты. Также известно, что этой болезни страдает в среднем 1% населения, то есть эта вероятность 1 сотая. Некий человек, совершенно случайный, получает положительный результат данного теста. Вопрос – с какой вероятностью он действительно болен? Опять же, вот здесь вот легко представить ситуацию, что среднестатистический человек, мало знакомый с теорией вероятностей, прочитав эту инструкцию и увидев положительный результат своего теста, в панике может схватиться за голову и предположить, что его жизнь окончена. Но давайте посмотрим, насколько он прав. Вначале изобразим условия этой задачи. Здесь есть некий тест, который для действительно больных людей даёт результат 95%, то есть для больных людей он срабатывает в 95 случаях, а в 5% случаях не срабатывает. Также мы знаем, что этой болезнью в среднем болеет 1% населения. Ну, соответственно, 99% не болеют. Чтобы решить эту задачу, мы ведём два события. А. Что некий совершенно случайный человек из населения действительно болен. И. Б. Что тест показывает положительный результат. И, очевидно, нам нужно найти вероятность, что человек болен при условии, что тест показал положительный результат. В соответствии с формулой Байеса, эту вероятность можно записать, очевидно, вот по этой формуле. То есть это и есть формула Байеса. И нам осталось только разобраться, чему равны вероятности вот в этой правой части данной формулы. Ну, очевидно, что вот эта вероятность ПАА нам дана по условию задачи. 1% населения в среднем болеет этой болезнью. Значит, вероятность, что некий случайный человек из населения болен, это будет 1 сотая. По условию задачи нам это дано. Следующая вот эта вероятность ПБ при условии А, это вероятность того, что тест покажет положительный результат при условии, что человек действительно болен. Она нам также дана по условию задачи. 95%, то есть вероятность 0,95. Наконец, последняя вероятность, P от B, это есть не что иное, как вероятность того, что тест покажет положительный результат вне зависимости от того, болен человек или не болен. И эту вероятность можно вычислить вот так вот. То есть мы вот здесь вот учитываем, что тест сработал в 95% случаев для действительно больных людей, а таких 1%, поэтому 0,95 умножаем на 0,01, и плюс 5%, когда тест срабатывает, если человек в действительности не болен. То есть 0,05 умножаем на 0,99. То есть вот эта вероятность, это все равно, что мы тестируем все население и смотрим, как часто вот этот вот тест выдает положительный результат. Ну, в общем-то, и все. Нам осталось подставить эти числа вот в эту формулу Байса и получить искомый результат. Оказывается, это всего лишь 0,16. Как видите, не так уж и много. Как могло показаться на первый взгляд. И у человека, у совершенно случайного человека из населения, для которого тест показал положительный результат, вероятность оказаться действительно больным всего лишь 0,16. Вот это показательный пример того, как формула Байса нам помогает верно найти вероятность события, исходя из заданных условий в задаче. И вывод нередко оказывается совершенно неожиданным. Давайте я покажу еще одну интересную задачу того же рода, взятую из реальной жизни. С 1963 года по 1976 в Америке проводилась телевикторина под названием «На что спорим?». Ее ведущим был Монти Холл. И однажды там прозвучала легендарная задачка, которая в свое время удивила многих обувателей и даже специалистов в этой области. Она звучала примерно так. Представьте, что перед вами три закрытые двери. За двумя из них по козе, а за одной автомобиль в Мазерате. Разумеется, вы не знаете, где что находится. И ведущий предлагает вам выбрать одну из трех дверей. После этого он открывает другую дверь, за которой находится коза. И спрашивает, хотите ли вы поменять свое решение? То есть, по сути дела, он спрашивает, повысится ли ваш шанс выиграть автомобиль, если изменить свое решение и выбрать другую закрытую дверь. Опять же, вот здесь вот обыденная логика нам говорит, что менять решение бессмысленно. После того, как ведущий открыл дверь, вроде бы вероятность становится оттавторая. Автомобиль либо за этой дверью, либо за этой дверью. И изменение решения абсолютно ни к чему не приведет. Вероятность как остается одна вторая, так и одной второй будет. Но давайте проверим нашу интуицию с помощью формулы Байеса. И введем две случайные величины. Обратите внимание, а и b здесь уже не случайные события, а случайные величины. Они могут принимать значения 1, 2 и 3. Если а равна 1, то машина за первой дверью. Если а равна 2, то машина за вторую дверью. Ну, а а равна 3, машина за третьей дверью. То есть, нумерация дверей вот такая вот. 1, 2, 3. А b, это значит, ведущий открыл либо первую дверь, либо вторую, либо третью. И до того, как ведущий открывал какие-либо двери, мы можем сказать, что вероятности вот этой вот случайной величины а, что она принимает значение 1, 2 или 3, равны 1 третью. Потому что автомобиль равновероятно может оказаться за любой из них. Далее, для решения этой задачи нам нужно предположить, без потери общности, что мы выбираем какую-либо дверь. Ну, например, вот третью, как показано на рисунке. А ведущий открывает вот эту вот вторую. Это будет влиять на вычисление последующих вероятностей. То есть, мы вот в этой ситуации, которая здесь изображена, хотим вычислить вероятность выиграть автомобиль при смене двери. То есть, вычислить вот такую-то вероятность, что при изменении нашего решения, при выборе первой двери, там действительно окажется автомобиль при условии, что ведущий открыл вторую дверь. То есть, вот это условие. B равняется 2. Вот эту вероятность мы хотим оценить. Для этого мы ее распишем по формуле BIOS. Она будет вот такой вот. Вероятность того, что автомобиль находится за первой дверью, на условную вероятность, что ведущий открыл вторую дверь при условии, что автомобиль находится за первой дверью, И на общую вероятность того, что ведущий открыл вторую дверь Вот эта первая вероятность нам уже известна Вот она, одна третья Далее, условная вероятность того, что ведущий откроет вторую дверь При условии, что за первой находится автомобиль Как думаете, какова вероятность, что ведущий откроет именно вторую дверь Тогда, когда за первый автомобиль, а третью мы с вами уже выбрали У него просто нет вариантов. Ему придется открыть именно вот эту вот вторую дверь. Поэтому вероятность этого события равна единице. Наконец, последняя третья вероятность, что ведущий вообще откроет вторую дверь. То есть, это сумма совместных вероятностей, что ведущий открывает вторую дверь, и что автомобиль находится сначала за первой дверью, за второй и за третьей. То есть, если эту сумму расписать, она выглядит вот так вот. Вот, смотрите. Вот эта вероятность, вот это второе слагаемое, что ведущий откроет вторую дверь, тогда, когда там на самом деле находится автомобиль равна нулю, он этого не сделает. Он не будет нам явно подсказывать, где находится автомобиль. Поэтому данная вероятность просто будет равна нулю. И вот этого второго слагаемого у нас не будет. Остается два слагаемых. Вероятность того, что ведущий откроет дверь при условии, что за первой дверью автомобиль равна единице. Вот мы с вами её уже определили. И это ещё умножается на априорную вероятность того, что за первой дверью автомобиль. Потому что вот эта вот совместная вероятность, она вот так вот и раскладывается, как произведение условной вероятности на вероятность просто события А. Вот эта вероятность, нам известно, она 1 треть. Поэтому первое слагаемое равно 1 третье. А вот это вот последнее слагаемое, что ведущий открывает вторую дверь, при условии, что автомобиль на самом деле за третьей дверью равняется 1 вторая. Потому что теперь у ведущего есть как бы свобода выбора. Он может открыть и вторую дверь, и первую дверь. Без разницы. Поэтому то, что он откроет именно вторую дверь, равняется 1 вторая. Ну и кроме того, не забывая про эту вероятность, ПА равняется 3, это тоже 1 треть. В итоге мы получаем, что вот этот первый слагаемое 1 третье, а последний третий слагаемое 1 шестая. Подставляем все эти числа в формулу Байса и получаем значение 2 третьих. То есть, если мы с вами вот в этой ситуации действительно изменим свое решение и откроем первую дверь, то вероятность выиграть автомобиль повышается и становится 2 трети. А если мы свое решение не изменим, то вероятность будет 1 третья. Видите, как здесь решение опять же входит в противоречие с нашей интуицией. Казалось бы, какая разница, менять решение или не менять. А на самом деле, если мы изменим свое решение, то шанс выиграть автомобиль значительно повышается. Вот впервые верно решила эту задачу Мэрилен Воссавант аж в 1990 году. До этого многие наивно полагали, что вероятность выигрыша никак не поменяется при смене двери и будет составлять 1 вторую. Поначалу вот этот вот ответ, 2 трети, повергло в шок не только простых обывателей, но даже маститых профессоров математики. И среди несогласных был известнейший математик Палу Эрдешу. Он стоял на своем даже после математического доказательства правильности ответа Мэрилен. Издался только тогда, когда было проведено компьютерное моделирование данной задачи и показано справедливость вот этих вот рассуждений. Да что говорить, даже у меня под видео по теории вероятности, где я описал эту задачу, видны следы ожесточенных дискуссий, о верности вот этих вот выводов. Поэтому для сомневающихся я решил пользоваться случаем доказательства с помощью формулы Байса, что все верно. Вот во всех этих примерах, что я вам привел с помощью формулы Байса, мы пересчитываем известные вероятности событий вероятности другого события, которые было бы сложно определить как-то еще. Например, исходя из здравого смысла. В машинном обучении все ровно так же, только используется теорема Байса применительно к плотностям распределения случайных величин. Как правило, мы относительно просто можем найти распределение целевых значений, условное распределение входных образов х в зависимости от целевых значений у, здесь вот буквка П пропущена. А вот это вот априорное распределение образов часто можно отбросить в задачах оптимизации. Затем, опираясь на входную информацию, можно делать прогноз вот этого целевого значения у, то есть, например, номера класса. Но подробнее мы об этом поговорим уже на следующем занятии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok